Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виктория Гапутина, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Совместный труд на благо страны. Республиканский субботник сегодня прошел в областном центре Брещины. Часть дохода от субботника, а именно 35%, будут выделены на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. В центре внимания мебельная фабрика «Андрекс». Мобильная группа Брестского горисполкома по вопросам охраны труда провела вылезной рейд на предприятии. Пресс-тур для ознакомления. Белорусские журналисты посетили Всебелорусскую молодежную стройку Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. В эфире программы «Итоги недели» мы начинаем выпуск. Совместный труд на благо страны. Республиканский субботник сегодня прошел во всех регионах Белоруссии. Ежегодно его участниками становятся около 3 миллионов граждан. В год качества и 80-летие освобождения нашей страны от фашистских захватчиков было решено привести в порядок объекты и территории населенных пунктов, историко-культурные ценности, мемориальные комплексы, памятники, места боевой и воинской славы, захоронения времен Великой Отечественной войны. Часть дохода от субботника, а именно 35%, отправится в город над Бугом на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Учителя, студенты, члены общественных организаций, руководство города и области плечом к плечу ударно потрудились сразу на нескольких локациях. Все подробности у Василина Буцкевич. В благородном волонтерском порыве Республиканский субботник объединил тысячи белорусов. Самой массовой точкой проведения работ в городе над Бугом стала молодежная стройка патриотического центра. Здесь порядка 500 горожан решили оказать посильную помощь в возведении учебных корпусов, где будут воспитываться не одно поколение граждан нашей страны. Сегодня порядка 400 тысяч наших неравнодушных земляков принимают участие в Республиканском субботнике. Мы ожидаем, что общая сумма собранных средств будет не менее чем 1 миллион 600 тысяч. Принципиально важно то, что подобного рода работы проходят везде. В каждом уголке нашей прекрасной Брестской области люди трудятся на подобных объектах. Это наши сакральные, святые места. Поэтому очень важно то, что каждый человек причастен к этому. Безусловно, работа сегодня на патриотическом центре, который должен уже начать работу совсем скоро, принципиально важна для актива Брестской области, для депутатского корпуса. Это наша история, которую мы обязаны сохранить, неискаженно передать нашим детям, нашим внукам, для того, чтобы наша страна, крепкая, сильная, процветающая Беларусь, была такой всегда. Я бы сказал, вот этот вопрос, который у нас сегодня применительно к Бресту, в Брещене, это патриотический центр. Это не просто наведение порядка на земле. Это уже и есть воспитание, патриотическое воспитание, и не только молодежи, всего населения, всего народа, всех брещан. Посмотрите, сколько людей, с какими глазами, с какими лицами они шли на этот субботник. И каждый, пришедший сюда, помнит, что было в прошлом субботнике, да, очень никогда собирались здесь же, да, и видели, и сколько уже за это время сделано. А ведь, если вдуматься, что это такое, это мы, наше поколение, которое не видели войны, той войны, да, но как раз сейчас мы развиваем ее последствия. Мы убираем те последствия взрывов, снарядов, разрушений, которые были произведены на нашей мирной земле фашистскими захватчиками, фашистскими оккупантами. И так получилось, наверное, тоже не зря, что эта вся работа проводится именно сейчас, именно сегодня, когда опять-таки возле наших границ идет милитаризация, наращивание вооружений, вооруженных сил, оружия. Вот такая обстановка в мире, когда опять пахнет войной, и сейчас, для того, чтобы не было, чтобы люди почувствовали, что такое допускать нельзя, вот у нас проходит это такое мероприятие по наведению порядка, но не поведению порядка, а потому что восстановление порядка, тот, который был еще в довоенное время. Фронт работ для трудящихся на территории Патриотического центра предстоял немалый. Нужно было подготовить площадки для тротуара и асфальта, разровнять землю в будущих зеленых зонах, расчистить фундамент, разрушенный во время оккупации столовой, привезти в порядок деревья и кустарники. Объект очень важный, мы, как генеральные подрядчики, очень довольны, что именно нам поручено такое важное здание, такое место патриотического воспитания наших детей, молодежи. Мы ответственно отнеслись, поинженерно проработали все графики работы, и, конечно, мы ставим перед собой задачу обязательно закончить раньше намеченного срока. И этот срок уже мы на графике видим. Самое главное – летом провести отделочные работы зданий, и на улице закончить все спортивное ядро с наборов всех, как говорится, комплектующих для детей. Внутри здания делать практически нечего уже, там работают и идут уборочные работы после штукатурки, поэтому вся задача была поставлена на улице, навести порядок, разровнять чернозем, зеленые зоны, благоустройство. Вот это самое главное, что задача, которая стоит перед горожанами. Очень отрадно, что именно центр является такой точкой притяжения не только трудовых коллективов Малайзюжи, а просто по духу все горожане, которые сегодня изъявили желание поработать здесь, они по периметру распределились и отозвались и силовики, и простые граждане, и, наверное, наши патриотические классы во всех школах. Поэтому, наверное, центр, это станет, я еще раз подтверждаю, наверное, неистекаемым источником патриотизма, который воплотит в себе белоруса, гражданина, который, наверное, даст будущий мощный рывок для наших детей. Республиканский субботник – это не просто совместный физический труд. Это важное событие, объединяющее наших граждан в добровольном порыве поддержать чистоту и красоту города над Богом. Помочь сохранению историко-культурных ценностей, а также полезно провести выходной вместе с семьей и коллегами. Хочу сказать, что у нас этот год достаточно знаменательный. Год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого, у нас и год 85-летия образования Брестской области. Конечно, очень приятно, что в таком знаковом, замечательном месте строится патриотический объект, где наша молодежь будет проходить школу мужества и патриотизма. И, конечно, мы не могли остаться в стороне. Скажу, что в том числе и прокуратурой проводится очень большая работа по восстановлению исторической памяти. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны мы восстанавливаем те события, которые происходили. Вот совсем недавно в Ивановском районе мы обнаружили новое место злодеяния фашистов с захоронением мирных граждан. Давно хотелось в крепости, в центре. Поэтому мы пришли. Работают очень, с полной отдачей. И то, что мы стали, вот на время стали археологами, нас тоже как-то воодушевляет, что мы раскапываем это здание. Я считаю, что это нужно молодежи в какой-то степени развиваться в плане, в благотворительном плане. То есть я как студент-политолог, я думаю, что нужно самому идти, а не именно по приглашению. То есть ты делаешь чище в первую очередь свою родину, так скажем. В частности, это молодежно-патриотический центр. А также это и для себя как-то приятно на самом деле. Субботник – это замечательно. Вы знаете, это очень хорошая традиция, которая объединяет людей. Людей разных возрастов, разных профессий. А тем более работа на таком объекте, как патриотический центр – это очень важно. Это знаковое место для нашего города и для Республики Беларусь. Поэтому, конечно, я здесь, конечно, здесь коллеги. И я уверен, что результат нашего труда – это будет замечательный объект, который будет принимать ребят и воспитывать патриотизм, то, что необходимо современной молодежи. Не отставала в работе и администрация Ленинского района города Бреста. Ленинцы навели порядок в лесопарковой зоне по улице лейтенанта Рябцева. Сегодня администрация Ленинского района на территории района лейтенанта Рябцева проводит республиканский субботник. Сюда мы вышли – это только одна из локаций, которая у нас на территории района. Самое главное в городе – это у нас две, три локации. Брестская крепость, патриотический центр, ну и не только, и территории вокруг. Ну и в Московском районе две локации – это Медицинская улица и Красный двор. Мы осуществляем здесь работу в связи с чем? Потому что когда-то здесь была территория воинской части, остался лесной массив, рядом жилые дома. На территории лесного массива остались от воинской части какие-то рвы, поваленные деревья. Поэтому решили уже не первый год. И весной, и осенью мы, администрация, выходим сюда, привлекаем и жителей новых домов, которые здесь выросли уже, для того, чтобы навести здесь порядок. Среди добровольцев сегодня и депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва Валентина Пух. Несмотря на то, что сейчас она работает в Минске, Валентина Николаевна не смогла остаться в стороне этой экологической акции в любимом Бресте. Конечно, сегодня такой день, республиканский субботник, когда принимают участие все граждане нашей страны. Но нам, брещанам, конечно, больше всего приятно зеленить, убрать, привести в порядок территорию нашего любимого города Бреста. Чтобы приятно было нашим жителям отдыхать, смотреть на чисто убранную. Ну и вообще, чтобы участие всех наших людей, наших брещан, граждан нашей страны в данной акции, в данном мероприятии сделало нашу страну еще чище, еще красивее. Ну а сама природа возрождается, весна, в канун, скажем так, даже православных праздников. Конечно, все убираются, все хотят, чтобы было не только в своих уютных квартирках, домах чистенько, но и вокруг нас. Сотрудники администрации убрали поваленные деревья, подрезали ветки и кусты, собрали прошлогоднюю листву и мусор. Многие пришли с семьями, чтобы вместе активно провести этот дождливый день и приучить маленьких брещан к полезному труду. Со своей мамой, потому что она сказала то, что у нее сегодня субботник. Я, конечно же, согласился, как сын хороший, понимающий. Я убираюсь тут. Не нужно засорять леса, нужно дышать спокойным воздухом, не нужно дышать помойными отходами, нужно дышать чистым воздухом. Напомним, что 35% от дохода за республиканский субботник отправится в город Надбугом на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Василина Бускевич, Дмитрий Летвинюк, Юрий Лемонтович. Итоги недели. К республиканскому субботнику присоединились все без исключения. Сегодня представители Московской администрации, военнослужащие и работники Брестского военкомата, профсоюзы и представители территориального центра социального обслуживания населения Московского района наводили порядок на различных знаковых локациях областного центра. Территория около областной больницы и прилегающая к братской могиле лагеря госпиталя «Ревир», Тришинское кладбище и это неполный список городских участков, где прошла активная работа. Анастасия Милишкевич продолжит тему. Сегодня ровно в 9 утра работа по благоустройству закипела в различных частях нашей страны. Только в Бресте для проведения республиканского субботника было выбрано 18 площадок. Представители администрации Московского района, Брестско-областной больницы, учреждения образования и военнослужащие активно включились в деятельность на довольно масштабном объекте – лесополосе, которая расположена вблизи Брестско-областной клинической больницы. Это одна из площадок Московского района, можно сказать, основная в Московском районе. Помимо этого есть еще у нас 18 площадок, которые в принципе тоже вышли предприятия, организации, объединения, но они трудятся именно на своих территориях, возле своих территорий или на местах, закрепленных за этими предприятиями. Как мы видим, сегодня дождь у нас не помеха, хоть и небольшое идет. Народ, люди наши или граждане вышли на республиканский субботник, участвуют в нем, восприняли это с оптимизмом. Субботник – дело интересное, когда совместно. И как показывает количество участвующих в нем, бескорыстно поработать вместе на благо своего предприятия, города, всей страны ежегодно откликаются тысячи белорусов. Субботник важен для любого коллектива, но особенно для коллектива Брестской областной клинической больницы, потому что, как и любое общественное мероприятие, оно обедняет людей. Поэтому все, кто присутствует сегодня на субботнике, а нас присутствует очень много, в том числе и в этой лесопосадке, они общаются друг с другом, потому что на работе все работают. А здесь можно и про жизнь проговорить, и про личную жизнь, и про общественную жизнь, и про детей, и про внуков. Одним словом, чем мне нравится это мероприятие, это то, что объединяет коллектив, как один большой. Несмотря на прохладную погоду, работа шла полным ходом, ведь на календаре весна, а время уборки. А общий труд – это здорово, ведь все начинается с малого. Желание облагородить родной сердцу уголок и внести свою лепту в большое и нужное дело. Это уже у нас пятый субботник, до этого были экологические акции, предприятия также участвовали в этих экологических акциях. Это те же предприятия Московского района, это и объединения, и организации, учреждения образования, здравоохранения. Так что работа в принципе та же, напиленный лес, кустарник выносим на дороги, складируем, а затем его просто увозят. С самого утра работа кипела и на территории Тришинского кладбища. Вынослужащие, представители военного комиссариата Брестской области и работники территориального центра социального обслуживания населения Московского района, вооружившись граблями и топорами, секаторами и лопатами, приступили к наведению порядка. В ходе республиканского субботника в нем участвуют практически все военнослужащие Брестского гарнизона, более двух тысяч военнослужащих на различных объектах трудятся. Кто-то работает на территории воинских частей, кто-то работает на различных объектах города Бреста. Ну и военные комиссариаты Брестской области сегодня выбрали вот этот объект. Это достаточно знаковый объект для города Бреста, исторический. Здесь захоронены многие выдающиеся известные люди города Бреста, проживавшие в различные времена здесь. Мы на офицерском собрании решили потрудиться сегодня в этот субботний прекрасный день на территории Тришинского кладбища. Вот так только вместе дружно можно сделать наш город, свою землю и любимую малую родину чище и краше. Поэтому наведение порядка на земле всегда актуально. Активная деятельность в этом направлении должна быть не просто нормой, а привычкой каждого человека. Вышел на субботник по зову души, сердца, можно так сказать. Это историческое место практически в центре Бреста. С нами провели краткие экскурсии в историю данного места. Считаю своим долгом оказать содействие городу в благоустройстве Тришинского кладбища. Максимум напряжения и сил для того, чтобы этот громадный фронт работы выполнить за сегодня, скажем так. Директором учреждения было принято решение, что коллектив будет делиться на две части. И одна часть будет убирать территорию территориального центра, а вторая часть пойдет на Тришинское кладбище. Республика Беларусь является очень чистой страной, но также мы понимаем, что эту чистоту нужно поддерживать. Поэтому республиканские субботники – это очень важное действие, и мы с радостью принимаем в них участие. Руководство Брестского областного объединения профсоюзов и областных организаций отраслевых профсоюзов по сложившейся традиции наводили порядок на территории, прилегающей к братской могиле лагеря госпиталя «Ревир». Это трагическое место стало знаковым для профсоюзов. Представители организации ежегодно наводят порядок здесь. Еще в 2015 году плиты братской могилы заменили на гранитные, высадили зеленые насаждения и цветы, обустроили газон. В 2015 году Федерация профсоюзов, областное объединение профсоюзное, выступила инициатором привести в порядок это трагическое место в нашем городе. Были выделены достаточно большие средства и мы видим сейчас обновленный мемориал вот этим 15 тысячам, как правило, безымянным героям, которые отдали свою жизнь в самом начале Великой Отечественной войны. Мы умерли здесь на территории одного, наверное, из первых концлагерей, хотя фашисты называли это госпитали. Умерли здесь. Поэтому наш долг – популяризировать это место, чтобы люди помнили, что такое фашизм, что такое война и, естественно, поддерживать его в надлежащем состоянии. Сегодня всем нужно понимать, что республиканский субботник – это не только физический труд. Это важное событие, которое формирует гражданскую ответственность, помогает поддерживать чистоту и красоту нашего города, а также уважать исторические ценности. Многие упрекают в последнее время, что родители мало уделяют внимания своим детям. И в этих два коротких выходных дня, суббота и воскресенье, хотелось бы, скажем, с этими детьми побыть побольше. Все-таки лучше, наверное, пускай он привыкает к общественному труду, помогает всем, чем будет сидеть возле телефона, возле телевизора. Ну, это более польза. Ну, и в конце концов, ему тоже это нравится. Что ты делаешь? Какую работу ты выполняешь? Ветки таскаю туда вот. Ну, подстригаю там траву, секатор. Для меня сегодняшний день, как и все предыдущие годы, субботник – это субботник. Это тогда, когда я вместе со своим коллективом, со своими коллегами, мы идем в места нашего города или поселка, неважно, и наводим порядок. Не зря же нашу Беларусь называют ясной, чистой, белой, светлой, синекой. Поэтому мы все вместе должны участвовать в том наведении порядка, чтобы наша Беларусь и дальше во всем мире считали именно такой. Республиканский субботник стал важным мероприятием, благодаря которому любой желающий совместными усилиями сделал наш родной Брест чище и краше. Забота о сотрудниках и безопасности. Мобильная группа Брестского госполкома по вопросам охраны труда провела очередной выездной рейд. Она осуществляет свою деятельность 2011 года и нужна для того, чтобы контролировать условия труда, созданные для сотрудников на предприятиях, выявлять нарушения, а также проводить профилактическую работу. Наша съемочная группа вместе со специалистами отправилась в такой рейд на мебельную фабрику «Андрекс», где в прошлом году пострадали двое рабочих. Все подробности в следующем сюжете выпуска. Охрана труда и безопасность работников – приоритетное направление работы мобильной группы Брестского госполкома. Она уже проверяла «Андрекс», однако на мебельном заводе случилось два происшествия, в ходе которых пострадали сотрудники предприятия. Оба произошли по неосторожности самих работников, однако мобильной группе нужно убедиться, что «Андрекс» сделает все необходимое в сфере охраны труда, чтобы каждый инженер, швея или грузчик чувствовал себя защищенным. Посещаем сегодня предприятие «Андрекс». На сегодняшний день это высокотехнологичное предприятие, но, к сожалению, в 2023 году на данном предприятии были два несчастных случая. Поэтому посещаем повторно это предприятие с целью определения и изучения тех технологических мероприятий, которые были выполнены для исключения несчастных случаев в последующем. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что у города Бреста у нас негативная тенденция. Несчастные случаи как и в 2023 году, так и за первый квартал 2024 года у нас, к сожалению, рост. В этом году, если в целом смотреть травматизм по городу Бресту, 15 несчастных случаев, в прошлом году за этот период было 12 несчастных случаев. К счастью, у нас нет производственных несчастных случаев со смертельным исходом. И хотелось бы отметить, что у нас идет снижение несчастных случаев с тяжкими последствиями. Только три несчастных случаев против восьми несчастных случаев в прошлом году за аналогичный период. «Андрекс» известна не только в Беларуси, но и за рубежом производитель удобной и уютной корпусной мебели. На высокотехнологичном предприятии к безопасности сотрудников относятся ответственно, но и человеческого фактора, увы, избежать нельзя. После прошлого визита мобильной группы здесь наблюдается положительная динамика в решении вопросов охраны труда, акцент на профилактику и предупреждение производственного травматизма. В 23-м году было два несчастных случая. Первый несчастный случай – это станочник, где вырабатывающий станков, не отключил станок и перелез через заграждение и начал чистить станок и его затянул руку. Второй несчастный случай – это укладчица-упаковщица, работая, зацепилась за ногу, за себя и упала на пол и сломала руку. Меры, которые приняты после этих случаев – это первые мастер смены каждый час обходят и смотрят в станке оборудования, включенные или не включенные, правильно ли все работает. Второе – мы приобрели специальное программное обеспечение на мониторы каждого станка, установили вопросы по охране труда и разместили таблички охраны труда, не знаю, как они называются, просто да, и разместили таблички с информацией о охране труда. Прокуратура города Бреста напоминает, что при невыполнении должностными лицами организаций, выданных мобильной группой рекомендации, они могут быть привлечены к уголовной административной ответственности. При осуществлении прокуратуры города Бреста надзорной деятельностью особое внимание уделяется технике безопасности труда, а также соблюдению трудовых прав работников. При этом прокурорские работники еженедельно участвуют в деятельности мобильной группы в зону контроля, которой попадают все предприятия города. При этом особое внимание уделяется непосредственно тем субъектам хозяйственных, где имели факты производственного травматизма в случаях, когда работники получали тяжелые или смертельные травмы. При этом основной целью деятельности мобильной группы является оказание методической и практической помощи организациям, а также профилактика и предупреждение различного рода нарушений правил охраны труда. При этом в случае установления прокуратуры различного рода нарушений, а также мобильной группой указанной организации выносятся рекомендации. При повторном посещении указанной организации, в случае установления нарушений, а также если ситуация на субъекте хозяйственного не улучшается, по инициативе прокуратуры города Бреста виновные должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной или административной ответственности. В первую очередь сам человек ответственен за свое здоровье. Только лишь при неукоснительном соблюдении дисциплины, правил и норм по охране труда, а также мер безопасности на территории организации можно избежать производственных травм. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Республиканский центр патриотического воспитания молодежи строит на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Это народная инициатива, которую поддержал глава государства Александр Лукашенко. Создание на территории Кобринского укрепления Брестской крепости своеобразного патриотического ядра нужно прежде всего для молодого поколения, для их сплоченности, единства. Важна и преемственность поколений белорусского народа. Создается Республиканский центр патриотического воспитания молодежи под кураторством Брестского облсполкома, Министерства обороны и образования. На этой неделе именно они выступили организаторами пресс-тура по территории строящегося Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Журналисты узнали не только о ходе выполнения работ, но и поучаствовали в трудовой акции. В Бресте активно ведутся работы по строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. С 2018 года на территории Кобринского укрепления мемориального комплекса Брестская крепость Героя открыт и действует молодежный патриотический центр, являющийся филиалом Брестского областного центра молодежного творчества. При поддержке президента было принято решение открыть на его базе Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Указом президента Республики Беларусь от 9 августа 2023 года номер 257 Всебелорусской молодежной стройки объектом строительства центра присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Об этом говорили на встрече белорусских журналистов в рамках пресс-тура. В рамках работ по созданию Республиканского центра патриотического воспитания молодежи активно сейчас реализуется создание корпуса под проживание учащихся. До 200 учащихся будут проживать в здании бывшей казармы 125-го стройкового полка, а также будут созданы условия по организации учебного процесса. В казарме предполагается 5 учебных классов. Это предполагается в первой очереди, конечно, для тех учащихся, которые здесь будут находиться, а это планируется в первой очереди до 500 учащихся, нужно создание еще инфраструктуры учебной, помимо спортивного стадиона, спортивного ядра, который создается здесь, и помимо спортивных площадок, конечно, нам нужен учебный корпус. Сегодня на данном объекте уже отработали 4 отряда в количестве 240 человек. Сегодня работы на строительной площадке кипят. Помимо спального корпуса ведется обустройство спортивного ядра. На территории будет палаточный городок, стадион, скалодром, военно-спортивные полосы, различные площадки, в том числе для рукопашного боя, занятий игровыми видами. На сегодняшний момент более полутора тысяч молодежи Брещины, Республики Беларусь, отработали в составе волонтерских отрядов, в составе студенческих отрядов, здесь работают студенты. В целом мы планируем завершение работы к 2025 году, и наше учреждение, Республиканское центро патриотического самимолодежи, начнет уже прием первых учащихся в 2025 году. Объем работ как был большим, так и остался. Однако нужно отдать должное, что результат работы уже заметен. Стены очищены от многолетней штукатурки, пол выглядит опрятно. В этом лично убедились военные журналисты из столицы и представители Минобороны. Посетив казарму 125-го стрелкового полка, который обустраивается под общежитие на 200 человек для проживания учащихся. Весь проект планируется в три очереди. То есть здесь еще, конечно, по тому поручению главы государства, который поручил до тысячи учащихся в данный центр, мы планируем еще задействовать территорию на Кобринском упреплении в пресс-крепости. Это казематы тонального фронта под размещение учебно-материальной базы, а также территорию западного форта под создание досугового просветительского центра по организации культурно-массовой работы, работы с учащимися. Министерство обороны совместно с Брестским областным исполнительным комитетом являются кураторами строительства Республиканского молодежного патриотического центра. В настоящее время определены несколько источников финансирования. Первые средства, собранные во время Республиканского субботника. В прошлом году было передано 50% таких средств. В этом году Министерством обороны совместно с Брестским областполкомом проявлена инициатива, чтобы средства Республиканского субботника также были использованы на строительство объектов центра. Сегодня уже есть постановление Совета министров, где определена соответствующая мера финансовой поддержки на строительство данного объекта. Второй источник – это часть средств Республиканского бюджета. И третий источник – это спонсорская помощь. В этом вопросе, касаемо третьего источника финансирования, работа проводится постоянно. Необходимо отметить, что в ряд организаций, ведущих и предприятий нашей страны направлены соответствующие письма об оказании спонсорской помощи. Эти все письма получили положительные ответы. И в настоящее время средства перечисляются на расчетный счет Брестского областного управления капитального строительства. Сегодня стройка Республиканского центра патриотического воспитания молодежи – важное место. Юноши и девушки будут проходить здесь обучение. В том числе оно будет связано с историей мужества и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Поколение дедов и прадедов предоставило возможность жить и творить на благо нашей земли. А потому сегодня так важно передавать это будущим поколениям. Именно поэтому сегодня такое внимание уделено данному объекту. Сегодня журналисты государственных средств массовой информации посетили Республиканскую молодежную стройку – будущий центр патриотического воспитания молодежи. А для нас большая честь присутствовать на этой стройке и внести свою лепту собственным трудом во строительство этого очень важного для всей страны объекта. Потому что, строя этот центр, мы строим наше будущее. Мы вносим большой вклад в наше будущее, в будущее наших детей и в целом в будущее нашей страны. Свой вклад в строительство патриотического центра внесли представители Минобороны, журналисты столицы и города Бреста, потрудившись дружно на субботнике. Продолжаем программу «Итоги недели» и напомним, какими еще событиями она была отмечена. Проект «Школа мира» продолжается. Напомним, что реализуется он общественной организацией «Белорусский фонд мира» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и представительства ООН в нашей стране. В Брестской области участниками проекта уже стали 36 учреждений образования, два из которых находятся в Бресте. А на этой неделе средней школе номер 19 имени Героя Советского Союза Сергея Сикорского в торжественной обстановке был присвоен почетный статус «Школа мира». Она стала третьей по счету «Школой мира» в городе Бресте. Проект «Белорусского фонда мира» при поддержке Министерства образования и Белорусской православной церкви «Школ мира» в Республике Беларусь направлен на воспитание детей и молодежи на принципах мира, дружбы, взаимопонимания и согласия. На столь высокий статус могут претендовать не все школы, а именно те, где работают музеи, кружки исторической и патриотической направленности. Делаются добрые дела, развито волонтерское движение. Накануне к молодому проекту «Школы мира» присоединилось еще одно учреждение образования – школа номер 19 имени Героя Советского Союза Сикорского. «Я горжусь тем, что присутствую сегодня на мероприятии в средней школе номер 19 имени Сикорского, которой третий в нашем городе присваивается статус школы мира. Считаю, что это одно из важнейших направлений в деятельности наших общеобразовательных учреждений. Они непосредственно связаны с общим течением и общей тенденцией воспитательной и идеологической работы, проводимой в учреждениях образования нашего государства. Они в русле той государственной политики, которую проводит наша миролюбивая страна во главе с нашим президентом. Сегодня для нашего учреждения очень ответственный и важный момент. Сегодня нам присвоен статус школы мира. Это очень почетное звание, но и одновременно это очень ответственно. Всеми делами, всеми поступками, всеми теми добрыми помыслами мы доказали, что мы можем нести этот гордый статус, статус школы мира. К этому мы шли 60 лет. За нашими плечами много хороших дел. Это и уборка территории кладбищ, это озеленение участков, это сбор денег на лечение детям, это и сбор макулатуры, это помощь ветеранам и много-много других дел. Чтобы добиться этого почетного статуса, педагоги и учащиеся 19-й школы проделали большую работу по сохранению исторической памяти, изучению истории родного края, принимали участие в патриотических и экологических проектах и в поисковой работе, волонтерских и благотворительных акциях. Учреждениям сделано многое, чтобы приумножить добро и мир на нашей планете. А главный их девиз таков – наша общая задача – созидать, а не разрушать. Сегодняшняя линейка, которую мы сегодня имели возможность смотреть, присутствовать с детьми, это не просто так. Дети проникнуты ответственностью, они только принимают сегодня клятву миротворцев, а они уже готовы идти в бой, они уже готовы идти на мероприятие, которое мы проводим традиционное накануне 9 мая на гарнизонном кладбище у могил героев Советского Союза. И это все будет. Я уверена в том, что, продолжая то, что они делают, они придумают, разобьют новые в свои проекты, которые, конечно, позволят оставить заметный след в истории школы. Каждый из нас живет с Богом в душе и правда в сердце. А потому, после официального присвоения статуса Школы Мира, владыка Иоанн, архиепископ Брестский и Кубринский дал учащимся и руководству учреждений образования свое напутствие. Священное Писание Ветхого и Нового Завета, оно пронизано словом о мире. Слова Христа в Новом Завете «Мир вам» они встречаются очень много раз. Это свидетельствует о том, что человек создан для того, чтобы созидать. Помните об этом, дорогие дети. Мир должен быть в сердце каждого из нас, в наших семьях, в нашем обществе, в нашем народе. Но помните, что каждый из нас должен предложить к этому свои усилия. Школа Мира – это не только статус, но и большая ответственность, а еще старт для освоения новых проектов. Гимназисты и школьники будут принимать участие в международных слетах, интернет-конференциях, благотворительных мероприятиях. И просто совершать добрые дела, чтобы каждый раз подтверждать, что именно их учреждение образования выбрано не случайно, чтобы достойно нести статус «Школа Мира». В Бресте дан старт шестому международному многожанровому фестивалю конкурса «Творчество Миллениум». Полюбившийся брещанам и гостям города фестиваль искусства встретил участников и зрителей праздничным концертом «Настоящее золото» народной артистки Республики Беларусь Виктория Олешко. Искренние эмоции, приятная музыка и эйфория – такой нам запомнится церемония открытия. Программа конкурса в этом году насыщенная, разнообразная и интересная. А все подробности вы узнаете в следующем сюжете выпуска. Шестой ежегодный красочный фестиваль «Праздник Миллениум» – событие масштабное, яркое и, несомненно, интересное. Гости открытия многожанрового феста во Дворце спорта «Виктория» ждали выставки книг и картина, также живые скульптуры театра «Ларчик». Вообще каждый фестиваль по-своему, наверное, интересен. И вот в Бресте он уже шестой раз стартует сегодня на площадке нашего центра «Виктория». И, наверное, надо самое главное сказать, что это дает старт для возможности показать наших юные таланты. Второе – это, наверное, общение, международное общение тех стран и городов, которые сегодня участвуют. И третье – это, как это, не избалована публика Брещан, сегодня получит хороший концерт с участием Олежка. И, наверное, самое интересное, что фестиваль набирает обороты и количество сегодня как конкурсантов, так и профессиональное жюри, которое участвовать будет в оценке. В целом потом даст, наверное, тут положительный момент и эмоции для наших горожан. Билеты раскуплены, места заняты, а значит, пора начинать грандиозное шоу. Открыл шестой международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества «Миллениум» председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский. Я не буду томить с вещами, долгими речами. И хочу, наверное, сказать, что сегодня шестой международный многожанровый фестиваль-конкурс объявляется открытым. Миссия фестиваля – объединение людей с разными взглядами, менталитетом и культурой. И она перекликается с творчеством хедлайнера нынешнего шоу «Виктория Олежка». Концертная программа «Настоящее золото» наполнена волшебством и неповторимым уютом. Она отражает менталитет белорусов, где в каждой ноте заложена любовь к родине, людям и жизни. Слушатели плакали, смеялись, танцевали и прочувствовали каждую гармонию душевных песен. «Настоящее золото» для тебя не для всех. «Настоящее золото» в родной человек. «Настоящее золото» В завершении концерта зал одарил Виктория Олежка цветами и нескончаемыми овациями. Прекрасный букет артистка получила и от Сергея Лободинского. «Дорогая Виктория, это заря, наверное, для всех конкурсантов и для нас, брещан. От себя низкий поклон тоже вам за ваше творчество, за хороший вечер. Всем нашим конкурсантам удачи, по нам, Бресту, процветания и, конечно же, мира и всей стране». Впереди еще четыре дня фестивальной программы в инструментальном, вокальном и театральном жанрах, а также кастинг моделей на фэшн-шоу «Лукбук». «У нас на проекте присутствует в этом году 12 стран-участниц, а мы уже подвели небольшой такой анализ. За шесть лет более 20 стран и более 30 тысяч участников принимало участие в фестивале или как зрители, или как гости. В этом году кто-то из конкурсантов смог приехать, кто-то принимает участие дистанционно, но самое главное, что люди любят фестиваль, и это самое важное. Уже шестой международный, несмотря ни на что, многожанровый фестиваль-конкурс «Творчество Миллениум» с фееричным вообще шоу открыт. Честно скажу, у сердца билось, наверное, 200 ударов в секунду, потому что, ну, так заведен зал, столько много отзывов от публики получаешь, находясь вот в этом пространстве. Это самое лучшее и самое важное, что могут ожидать организаторы от открытия. Я хочу выразить слова глубокой благодарности Брестскому городскому исполнительному комитету и председателю городсполкома, мэру Бреста, Сергею Николаевичу Лободинскому, Брестскому областному объединению профсоюзов и Рогачуку Александру Степановичу лично за поддержку, подготовку и проведение абсолютно всех шести фестивалей «Миллениум». И я хочу сказать, что первый регион действительно славится гостеприимностью, потому что все конкурсанты, несмотря из какой страны они приезжают, всегда отмечают, что в нашей Беларуси, в нашей синевокой стране всегда очень чисто, очень красиво, и мы всегда гостеприимно встречаем наших гостей. Подведение итогов фестиваля конкурса «Миллениум» пройдет в воскресенье 21 апреля и практически сразу же начнется подготовка к следующему седьмому празднику искусства. Населина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. А сегодня я, Виктория Гапутина, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА